Всем привет, на связи Борис Сколов, сайт Визсам.ру И давайте в этом видео я расскажу о ПЦР-тесте при въезде в Россию, кому он нужен, кому не нужен Как вся эта процедура происходит, уже много, ну, несколько раз прилетала в это время из-за границы Так вот, я как раз ставил лабораторию гемотест в своем небольшом городке в Нижегородской области И сдал этот тест после прилета с Кипра Смотрите, официальные правила ПЦР-тест нужно сдавать 7 июля 2021 года Один раз те, кто вакцинированы, прошли полный курс вакцинации российской вакцины спутник ВИИ В течение последних двух месяцев граждане России не должны сдавать ПЦР-тест Иностранцы все должны сдавать ПЦР-тест до прилета в Россию в течение 72 часов У них нет такой возможности, чтобы сдать тест после прилета в Россию И это такая возможность есть только у граждан России Сдать тест по прилету в Россию, кто вакцинирован спутником Сдавать вообще никаких тестов не нужно У вас должен быть официальный сертификат о вакцинации на госуслугах В течение последних 12 месяцев Ну, так власти стимулируют, в том числе, чтобы люди делали прививки Смотрите, вот этот 72 часа очень многих вызывает вопросы Загрузить надо успеть, сделать тест или что Давайте вот скажу официальные правила и практику Официально вы должны успеть в течение 72 часов загрузить этот ПЦР-тест на госуслуги То есть и сдать, и загрузить Если вы сдаете в аэропорту Можете сдавать, там есть срочные Сдайте несрочные, он делается Вот я сдавал в аэропорту всегда Просто вот вчера была там большая очередь А мне срочно надо было на поезд, чтобы вот к себе на родину ехать Городок, кстати, у меня называется Арзамас, Нижегородская область Вот, можете сдать в аэропорту Мне в течение суток делали Все три раза, что я там сдавал И спокойненько загружаете на сайт госуслуг Что делать, если вы, допустим, у себя хотите Вот гемотест делать за сутки Я вчера прилетел, сегодня пошел сдать тест Он будет завтра готов Это срочная услуга на 300 рублей дороже Можно сдать в течение двух суток Можно сдать просто несрочный тест В принципе, да, у вас теста будет, его загрузить на госуслуги Честно, я один раз у меня так и получилось Когда еще два теста были, что результат не успел сделать За это время, ничего страшного Опять на практике таких случаев Что человек там на несколько часов Например, сдал тест, а загрузил на несколько часов попозже Вот эти положенные 72 часов Что ему были штрафы, я не слышал Если вообще не делать тесты Вот у моих знакомых даже Штраф 30 тысяч рублей От 15 до 40 тысяч рублей Штраф, конечно, можно в суде использовать Кто-то говорит, никаких законов Мне это не надо, я спокойно сделаю тест Можно сделать тест бесплатно Вот смотрите, у нас как много в стране Официально бесплатное Можно сделать на практике Это очень сложно Чтобы сделать тест официально, бесплатно Те, кто прилетает из-за границы Скажу, не я, я не делал Это надо записаться за две недели Причем лично, а не онлайн Поликлинику по месту жительства Свою, то есть вам самим прийти Ну, например, перед поездкой пойти Либо какое-то у вас доверенное лицо От вас должен это сделать И тогда, типа, можно сдать бесплатно Вот я читал на форум, что кто-то так задавал У меня мои знакомые пару пробовали Так, ничего у них не получилось В общем, если найдете бесплатные варианты Как это сделать Напишите, я думаю, будет это многим интересно Под этим видео Можно не сдавать ПЦР-тест Также тем, кто официально переболел коронавирусом Только гражданам России Иностранцам всегда надо За последние шесть месяцев Это должно быть официально подтверждено И эти данные, что там вы болели Там справка от врача Положительный ПЦР-тест Должны быть загружены на сайт госуслуг Если вы болели неофициально То это не подходит Не подходит также справка на антитела С ней надо делать тест То есть можно не делать тест Тем, кто сделал прививку Полный курс вакцинации Любой российской вакцины В течение последних двенадцати месяцев И тем, кто переболел официально коронавирусом Это отражено из-за Есть результаты из загруженных госуслуг В течение последних шести месяцев Можете просто приезжать в Россию Самолетом или поездом Или на автомобиле И не делать ПЦР-тест Это граждане России Очень часто задают вопросы Можно ли приезжать гражданам России Которые привиты иностранными вакцинами Пфайзер, Астразенка, Синофарм Джонсон и Джонсон и другие Смотрите, официально в России Вот даже, ну конечно, продвигают свои вакцины Есть Вот даже в законе написано Одобренными российскими вакцинами То есть про иностранных просто даже И слов в законе нету Ну вот официально в России одобрены Только российские вакцины То есть во всем мире Это Пфайзер, Джонсон и Джонсон Одобрены, но в России делают Только российские прививки И даже частным клиникам Так не дают делать иностранные вакцины Ну я думаю, скоро это Ерунда закончится И такие известные всемирно Там, которые одобрены ВОЗом Тоже разрешат делать Но пока вот в законе даже Просто официально одобрены Российскими вакцинами И перечисляется их перечень А вот про иностранные нету Если будет какая-то информация Смотрите по ссылочке ниже Про ПЦРТ Сразу же напишем Допустим, если будет дополнение Эти вакцины станут одобренными И применяться в России Вот такая у нас интересная страна Опять указы из закона принимаю не я Я вам лишь только доношу информацию По иностранцам Иностранцы все должны сдавать ПЦРТ на английском и на русском языке До приезда в Россию Не менее чем за 72 часа То есть им нельзя сдать по приезду в Россию Вакцинированные иностранцы Не вакцинированные То есть кто вакцинирован Иностранные вакцины Кто иностранный гражданин Например, гражданин Беларуси, Казахстана, Таджикистана Любой другой страны Германии, США, Италии Вакцинирован российской вакциной спутниками Всем нужно сдавать тест до прилета В России в течение 72 часов Иначе их просто не посадят на самолет Или не пустят на границы России Вот такие вот правила Вообще правила въезда в Россию Очень часто меняются Поэтому вот здесь есть ссылочка Подпишитесь на наш канал Я здесь даю все самые актуальные правила въезда в Россию Как, где, что сделать Ну, опять, как видите на практике Вот сам сейчас ходил, этот тест сдавал Кстати, гематест даже загружает сам на госуслуги Вот, например, у меня есть еще лаборатория гемахелп Там приходилось загружать самому Но это несложно То есть он приходит в PDF Сейчас на госуслугах сделали это удобнее Заходите, загружаете И все, никаких проблем Да, я на этом канале буду давать Самые последние новости об открытии границ О поездках в разные страны Так очень часто путешествую И нахожусь за границей в России Вообще, давайте коротко скажу Правила въезда иностранных граждан в России Надо сдавать ПЦР-тест Официально разрешено Ну, про Россию я уже сказал Официально разрешено прилетать из тех стран С кем Россия открыла авиасообщение То есть, посмотрите Вот под этим видео будет ссылочка Список этот стран достаточно большой Если этой страны нет в списке То можно прилетать только тем У которых есть основания для въезда в Россию То есть уход за близкими родственниками Лечения, работы Высококвалифицированный специалист Учеба там в университете Ну, тоже этот список есть подробный Кстати, число близких родственников для иностранцев Увеличили Когда я говорю иностранцев Это касается, конечно, украинцев и белорусов И всех казахстанцев без разницы То есть, страны СНГ тоже касаются Например, вот в Беларуси открыты Железнодорожные официальные сообщения И авиасообщения То есть, белорусы официально Я говорю официальные правила Официально они могут приехать в Россию Только на самолете прилетать Либо приехать на поезд Пусть им на машине через КПП Ехать нельзя Ну, многие, конечно, ездят через проселочные дороги Просто или пешком в границу переходят Но официально это делать нельзя То есть, если официально граница не открыта То въезжать в Россию можно только имея основания Да, если вы сами приезжали за границей Поделитесь с вами какими-то вариантами Где вы сдавали тест За сколько это сделали Сколько это стоит Я думаю, это будет интересно всем нашим читателям Ну, все, пока-пока С вами был Борис Соколов С сайта vizasam.ru До встречи в следующих видео Продолжение следует... Продолжение следует...